И опять с утра в улице Колдаяково. Здесь меня заинтересовало такой вот стрит-авт интересный. А я второй день продолжаю знакомиться с городом Шимкентом. Вчера вечером здорово исполнилось погодой, потом шел дождь чуть ли не полночи. Но сегодня с утра отличная погода, опять солнышко и жарко уже становится. Сегодня еще погуляю по центру, посмотрю те места, которые не посмотрел вчера. Я вновь нахожусь в районе технопарка, который я вчера снимал, а сегодня немного в другую сторону пойду. Вот мы видим аквапарк, фонтан, но это еще строится. Привет белорусам! И вот от этого фонтана, который я уже третий раз снимаю, но впервые подошел близко, я поворачиваю на улицу Мамышулы, если я правильно произнес это казахское название. Если неправильно, не обижайтесь. Здесь есть тенистая зеленая зона прекрасная, пешеходная. И вот встречаются стрит-арт, интереснейшие тоже, конечно же, с национальными мотивами. С стрит-артом украшено не одно здание, а вот три как минимум. И вот на этом леопард изображен, по-моему, такой вот на фоне Казахстана. Декоративные вот такие арки. Еще один колоритный стрит-арт на национальную тему. Вот народный исполнитель что-то исполняет. Вообще Шимкент немного напоминает Астану, но не своей такой грандиозностью, а тем, что вот пошел в одну сторону, а захотелось пойти в другую, потому что увидел сбоку что-то интересное. Вот так я сейчас на другую улицу перехожу, хотя изначально сюда не хотел. Это такая же зеленая улица, как и большинство уже посещенных мною. Шимкент отличается количеством зелени достаточным. И здесь здание университета, и возле него красивый памятник Султану Ташрабуевы. Султану Сулейменову, так проще. А эта замечательная аллея, по которой я прошелся только что, называется Жастар-аллея. Что такое Жастар? Сейчас мы спросим, вот ребят, спросим. Ребят, салам алейкум. А Жастар, что означает? Жастар. Как переводится? Молодежь. Молодежная аллея. Да-да. А, спасибо. Ну и видно, что здесь сидит молодежь. Интересные скульптуры попадаются. То тут, то там. Вот посреди дороги скульптура. Два всадника ведут поединок. Ну, таких вот много инсталляций. Ловлюсь я на мысли, что с одной стороны Шимкент город большой, с другой стороны, он очень уютен, он город для жизни. Хотя здесь нету таких вот броских, высоких домов, например, улиц, которые вырезаны для чистоты. Он такой город, действительно город для жизни, в котором живут люди простые. И которые очень любят свой город, несмотря на это. Это чувствуется во всем, в диалогах моих с ними. И сами они не разу не говорили, что мы любим Шимкенов. Еще раз отмечаю огромное количество роз, которые в этом городе высажены и цветут сейчас как раз. Движения регулируются регулировщиками, у которых отобрали недавно палки. Они себя неуютно чувствуют и постоянно свистят. А я шел вот сюда. Сейчас проедут машины, я перейду. Это парк Абая. Да, парк Абая. И мы сейчас посмотрим, что в нем есть. Ну, вот эта композиция расцветает ночью. А вход в парк оформлен тоже цветной надписью. Но сейчас, конечно, не горит. Сразу же возле входа памятник Абаю и прокат велосипедов. Великий поэт и мыслитель Казахстана Абай. Почет и уважение ему, естественно, во всем Казахстане и за его пределами. Это, по сути, такой казахский Пушкин, даже больше. И вновь нескончаемые розы, розы, розы. Сколько их здесь миллионов. Вот одна из аллеи парка, усаженная розами. Ну, и дерева, естественно, тоже есть. Куда она меня приведет, посмотрим. Парк немаленький. Справа здесь спортивное сооружение, расположенный вот теннисный корт. Ну, а прямо, по-моему, какая-то площадь. А это небольшая круглая площадочка возле фонтана, которая, к сожалению, сейчас не работает. А вот справа интересная вещь. Вот в России такого уже немного осталось. Это летняя эстрада. Она модифицирована, подправлена. Здесь установлена новая сцена. Но видно, что это место не пустует. Здесь проводятся какие-то концерты, выступления небольшие. Вышел немного из парка, чтобы показать три совершенно разных здания, которые находятся рядом. Они разных эпох и разных стилей. Вот здание советской постройки. Такое интересное, немного как бы напоминающее европейское. Далее более современная гостиница. И еще более современный, в современном восточном стиле, ресторан. Ну, а я возвращаюсь в парк. Аллеи его длинны. И сейчас в этот час не очень насыщены гуляющими. Обед, жарко. Вот там дали самолет к нему и пойду. Ну, в парке, конечно, есть кафе. И вот зоны с аттракционами. Вернее, с тренажерами можно позаниматься. Наверное, где-нибудь есть аттракционы. Но пока не попались. А народ все равно прогуливается. Несмотря на то, что понедельник и обеденное время. Красивый парк. Очень чистый. С вековыми деревьями. Здесь приятно находиться. И в Ченкенте такой парк не один, на самом деле. Я посещу только некоторые из них. Тир, особого для мужчин. А слева что-то интересное. Сейчас я, наверное, опять выйду немного за парк. К нашему вниманию открывается поистине космическое здание. Хотя, по сути, это казахская шапка. Ну, по крайней мере, мне так кажется. На самом же деле, это не что иное, как шимкентский цирк. Только я зашел не с парадного входа, а вот со стороны КАЗ. Но с парадного входа он, собственно, по конфигурации такой же. А это гостиница, которую я снимал ранее. Вокруг парка расположены спортивные сооружения. Вот еще один футбольное поле небольшое. Там дальше еще что-то. За недостаточностью времени я, конечно, не смогу дойти до каждого из этих объектов. Я вот к самолету иду сейчас. К самолету мы проходим через небольшую фотовыставку, на которой запечатлены местные ветераны войны. Или вот их уже внуки и правнуки. Самолет, на самом деле, памятник, памятник авиаторам, погибшим в годы войны. И он является частью большого мемориала, посвященного как раз Второй мировой. Очень красивое и впечатлительное сооружение. Монументально, я бы сказал. По правую и левую сторону списки погибших, и они очень-очень длинны. Вот можно идти долго вдоль этой аллеи и читать имена погибших героев. В конце этой аллеи памяти памятник, монумент, не пафосный. Две устремленных кверху линии, которые соединяются вверху. Ближе к монументу круглая такая площадь. И здесь упомянуты золотыми буквами герои Советского Союза и полные кавалеры орденов славы. Две наклоненные друг к другу стелы. Вот и все. В этом не пафосность памяти. И я вышел на другую аллею парка. И здесь, по-моему, тоже небольшой мемориал, посвященный уже современным войнам. Точнее сказать, это памятник, монумент, мемориал воинам, павшим в Афганистане. Ну и, конечно, здесь запечатлен пограничник и его верный пограничный пес. И имена погибших. И здесь отдельный памятник 17 воинам внутренних войск. Министерство внутренних дел, которые погибли на границе, на Таджихско-Афганской границе. И вдалеке еще один памятник солдату, спасающему ребенка. Здесь же неподалеку бюст ученого мужа, который умер еще аж в 1492 году. Но его до сих пор помнят. Я боюсь произнести имя неправильно. Здесь написано по-казахски. Поэтому не буду произнести, просто крупно покажу. Красивое современное здание Казахской ассамблеи. Я не точно произношу название. Здесь написано по-казахски. И как это правильно будет по-русски, я не скажу. Но вот Казахстан. Алк-Ассамблеяцы. Прошу прощения за мой казахский. На самом деле, вот обращаюсь я здесь к людям по-русски, к казахам. Они отвечают по-русски. Они русский язык знают. А вот обо мне нельзя сказать такого, что я знаю казахский язык. К сожалению, к большому это так. Какое-то здание за решеткой. И на окнах двойные решетки. Наверное, его и снимать нельзя. Поэтому я пойду дальше. Дальше современное здание одного из банков. И еще несколько интересное здание, которое я последовательно сниму. Спросил вот этой женщине, которая уже уходит. Что же здесь находится? Не бассейн ли? Она сказала, нет, ледниковый период. Но тут в тот час же попалась. Ледовый дворец в этом здании находится. Итак, ледовый дворец. А вот дальше здание, которое бы я назвал здание в современном астанинском стиле. Очень мне это напоминает Астану. Все это время я вот иду по этой улице. И, конечно, это здание, это один из самых крутых, дорогих отелей Чинкента. Международный, тем более, мне подсказывают здесь. Это, оказывается, международная сеть отелей. Я-то в этом деле ничего не понимаю. Но говорят, что сеть известная и по всему миру. Пожалуйста, для интересующихся курс валют на сегодняшний день. ЦСНОБАНК представляет такой курс. Если в самом центре города много советских старых зданий, то вот подальше застройка идет современными зданиями. Это высотные здания или, ну, хотя бы пяти-десятиэтажные. И они, конечно же, совершенно современные и совершенно по-другому строятся и выглядят. А современный-современный Чинкент выглядит вот так. И вот там вдалеке видны горы, а за ними Узбекистан. По улице Канава я собираюсь пройти довольно-таки далеко. Там я проезжал на автобусе с фестиваля и видел красивые парки, которые достаточно далеко от центра находятся. А это я прохожу бизнес-центр Алтын-Орда. Вот таким вот, наверное, будет город развиваться в таком направлении. А современные дома растут здесь один за другим. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Красивый современный фитнес-центр, спа-салоны здесь все такое, дорогое, престижное. Это уже ближе к окраине города. Да, Шинкент развивается как красивый современный город. Город здорово вырос, вот только там видно окраину и тоже новые дома, новые современные дома. Много отсюда я не пойду. Я еще, кстати, в пять пройду и поверну обратно. Здесь я заметил себе некоторые места для посещения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну и современные развлечения для детей и взрослых. Здесь, конечно, тоже присутствует, как же без них, в большом городе. Вот гендросад, куда я шел. Сейчас зайдем в этот большущий-большущий парк. Посмотрим, что в нем есть, кроме деревьев, конечно же. Нет, похоже, в парк я не зайду денег, у меня нет сейчас с собой. Есть только русские деньги от 200 рублей, которые я откладывал. Вернее, тысяча там где потерялась куда-то, не знаю куда делать. Поэтому парк для меня, к сожалению, проходит мимо. Вот так вот обидно бывает, что деньги в кармане есть, но нет казахских денег. Весьма неожиданно железнодорожная станция. Станция заросла травой и, видимо, ей давно уже не пользуются. Вот выросли деревья в том месте, где платформа подходит к путям. Да и путей-то самих уже нет. Нет, они есть, но вот совершенно заброшенные, заросшие травой. Железная дорога это узкоколейная. А вот сейчас по дендралью она идет, но заброшена, запущена. Никто давно не ездил. Интересно, что это за дорога. Нужно либо узнать, либо спросить у кого-нибудь, что же это. Не детская эта дорога, интересно. Но станция-то прям солидная была. Ну, только вот запущенная сейчас. Человек, который косит траву, объяснил мне, что это станция железной, детской железной дороги, которая, к сожалению, не работает. А раньше это работало и пользовалось большой популярностью у ребятишек. Дальше, еще ближе к выходу из города, зоопарк Шимкенский расположен. В него я, конечно, тоже заходить не буду, но отмечу, что он здесь есть. Вот такие цены на посещение зоопарка. У меня, как я уже сказал, денег нет, поэтому в зоопарк я не пойду. Вот только из-за ворот немножечко сниму прорабу. А сейчас ситуация дурацкая. У меня денег достаточно, но деньги это либо узбекские, либо российские. А поменять их здесь негде, потому что все обменные пункты в центре города. Куда я эту последнюю свою тысячу тенге ума не приложу? Зоопарк, наверное, неплохой. По крайней мере, отдохнуть в нем можно было бы. Но вот стоит недорого один и куда нет. Но прикольно, да. Через допарков и гендрариев, зоопарков продолжается дальше. Вот еще один парк с колесом обозрения и большим прудом, на котором можно покататься на лодочках. Местные ребята, молодежь, прекрасно говорят по-русски. И рассказали мне, что я вот зашел на Наурыз площадь. Такая праздничная площадь, на которой проходят праздники. И не только на Новый год, но и в другие времена. А вечером здесь лошадки катают желающих. В общем, тоже такая прогулочная зона. А это два музея здесь расположены. Музеи, по-моему, национальные какие-то музеи. Можно их посетить. Но у меня, повторяюсь, опять же, денег нет. Очень красивый задник сцены. Здесь изображены сцены из жизни Казахстана. Быт казахского народа. О, и война, и праздники, и простой труд каждодневный. И дальше красиво оформленная лестница на зеленый холм, на вершине которого стоит памятник. БДСБ Куби или нет ли? Или я ошибаюсь? Сейчас проверю, подойду поближе. За территорией музеев тоже все очень ландшафтно красиво оформлено. Поставлены большие декоративные пухшины. И вот такая аллея, как бы сказать, из красивейших цветов, фонарей. И вдоль нее написаны изречения, наверное, как я понимаю, великих мыслителей Казахстана. И не только Казахстана. Вот Аль-Фараби, наверное, все-таки не только казахский мыслитель, но и больше азиатский. И знаменитый сюжет. Очень любят его в Азии. Это караван. Караван, караванщики ведут куда-то его в светлые дали. Ну вот, по Дейсбекаби здесь выражение. Жаль, что только на казахском языке. Я не могу перевести их. Красивая композиция. Караван, шествующий из города в город. Вот, кстати, он проходит через Шимкент. Дальше от Ирар. Все города, которые в этом месте образуют Великий Шелковый Путь. Или, я не так понял, ну что-то типа того. Из Фиджан. Что это за город? Из Фиджаб. Что за город? Какое современное его название? Тут площадь тоже для проведения каких-то мероприятий, возможно. И вот такое сооружение. Под ним высказывание уже теперь бывшего президента Назарбаева. Здесь еще отдельно какой-то этнопарк. Не знаю, можно сюда заходить или нет. Ну, по крайней мере, сниму панораму. Тоже все очень ухожено. Очень красиво. Ландшафтный дизайн. Можно прогуляться. Ландшафтный дизайн. Ландшафтный дизайн. Залобный дизайн. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Нужны. Ну вот, все эти 10 километров придется, наверное, пройти пешком, потому что денег-то ни копейки нет. Как-то вот я попал, что говорится. Куда дел 1000 тенге, ума не приложу. А весь этот комплекс посвящен 550-летию казахского ханства. Вернулся в город. Вот огромный гиперхаус, современный торговый центр. А здесь я надеюсь найти обменный пункт и поменять немного денег. В общем-то у меня есть еще несколько часов, чтобы побродить по городу. Буду периодически включаться в интересных местах и снимать какие-то здания или какие-то объекты. Вот современное типовое строительство в Шимкенте. Оно, в общем-то, не так отличается и от других городов, будь то Россия или, скажем, там Беларусь. Ну, в принципе, современные дома для ночевки, для спальный район, так скажем. Вот еще одно здание университета, советское здание. И бюст по Угезово. Интересный комплекс зданий современных. И привлекает меня внимание изображение. Вот это на витраже. И название организации. Женский институт культурно-нравственного воспитания. Да, голой рукой не возьмешь выпускниц такого института. Нет, нет, да что-нибудь такое оригинальное попадется. Смотрите, какие инсталляции здесь. Ну, и обычные, в общем-то, отели. За последние годы в Шимкенте появилось немало больших, мега, можно сказать, торговых центров. Вот один из них. Дальше мы видим еще. И на той стороне улицы тоже есть. Вот такой красивый, светлый торговый центр. Здесь вот можно немножко посидеть. Есть лавочки чуть-чуть. Внизу есть каток. Дети катаются. Ну, а я здесь купил немного пахлавы. Пахлавы алматинской и алматинской хаубы. Будем дома пробовать. Коробочку у него коварки. Это алматинская хауба. Ну, вот еще раз мегапланет. Как правильно сказать, не знаю даже по-английски, по-казахски. А напротив ее приютился скромный, приютился старый ЦУМ. Это некогда куртовый магазин, наверное, самый крутой магазин Шимкента. Ну, а мне уже пора немножечко идти к месту моего, там, где у меня лежит рюкзак, колье. А вообще я уже планирую заканчивать репортаж. Я скажу несколько последних, предпоследних слов о Шимкенте. Город мне очень понравился. Он интересный, он своеобразный. Не столичный, но и не за трапезный какой-нибудь. Активно развивающийся молодой город. Здесь много молодежи, много строится новых зданий. Я думаю, у Шимкента большое будущее и желаю этому городу всяческого просветания. Итак, я прощаюсь с вами. Смотрите мой канал, смотрите репортажи из Шимкента, других городов Казахстана и не только Казахстана. С вами Роман Посторонний. Ставьте лайки, пишите добрые, только добрые комментарии. Не надо внести в комментарии всякую агрессивность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok